Ребята, всем привет! Вот и началась неделя влогов. Я немножко в шоке, потому что, во-первых, эту неделю у нас должно быть 8 дней. И я надеюсь, что всё получится. Давайте посмотрим, сколько дней мне снимать, когда мне заканчивать и всё такое. Так, начинаем мы 28-го. Сегодня 28-ое, четверг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это получается, что до 5-го декабря я снимаю, а последнее видео выходит 6-го. В общем, какие у меня новости? Я накрасилась, вы это и так видите. Осталось только причесаться, но мне это делать не нужно, потому что сейчас ко мне придёт моя подруга Надя и заплетёт мне косички. Она уже с минуты на минуту должна прийти. Новостей много, рассказывать много чего вам буду, потому что столько всего было. Что я там хотела сказать? Сегодня мы с Кариной поедем делать маникюр-педикюр в наш любимый салон 13 Girls, в который мы ходим от Blackstar. Тут всегда очень круто, модно. Вот такие у меня ногти на данном этапе моей жизни. Где-то у меня тут втирка прям отковырялась. Вот, вот на этом. Видите? Час опять чихнул. Сделаем новый маникюрчик. Я пока не знаю, какого цвета у меня будут ногти, но в Инстаграм истории я тоже сказала, типа, ребята, подскажите, помогите, спасите, помогите, спасайте, кто может. Какого цвета сделать ногти? Скидывайте дизайны, пожалуйста. И, в общем, мне девчоночки, подружки мои, подружанки присылают варианты. Вот вам, например, какой-то вариант. Ну, ладно, забейте, вы не видите. В общем, буду сейчас сидеть, смотреть, что мне мои подружки отправили. Как всегда, вот когда просишь скинуть ногти, директ просто взрывается. Я, кстати, думаю сделать ногти покороче. Да-да, вы не ослышались. Ой, из-за того, что чихнула, блин, насмерк появился. Что это такое? По поводу того, что они у меня загибаются вниз, мне постоянно пишут, что это неправильно, так не должно быть, то, что они загибаются вниз. Я не знаю, почему они загибаются вниз. Сколько я себя помню, мне постоянно всегда делают такие ногти, как будто бы у меня такая ногтевая пластина, которая не дает им стоять наверх, и они загибаются вниз. В общем, спрошу у мастера, типа, какого фига у меня ногти загибаются вниз, как у орла. Между прочим, если вдруг я буду лежать в кровати, например, и ночью какое-то чудовище вылезет и захочет затащить меня под кровать, знаете, как в ужастиках, я смогу ногтями зацепиться за пол, и он не сможет меня тащить, потому что тут у меня прям классная хватка. В общем, я уже пила кофе, пока делала макияж, смотрела разоблачение молодого мужа Лолиты на самом деле, посмотрела 20 минут, дальше не выдержала. Вообще, я люблю смотреть все интриги и расследования, даже те, которые мне нафиг по факту не нужны, не интересны, я смотрю все. Сейчас уже, наверное, пойду открывать дверь Надя, странно, что она все не звонит, но пока можно сделать чай. Сейчас 2 часа 12 минут, встала я где-то в 12.20, 12.30, учитывая, что вчера очень поздно легли, вчера ночью мы со Славой занимались просто дикой фигней. Ой, мы скачали приложение, где фоткаешь свою руку, и он тебе по руке типа читает, рассказывает твое будущее, и все такое. На самом деле фигня полная. Ну и вот, и мы вчера ночью со Славой сидели и сканировали свои руки. Это просто жесть, потому что там такая фигня написана, я очень расстроилась и разочаровалась в этом приложении. Привет. Привет. Я снимаю. Я поняла, ты не против? Ты просто так не будешь разговаривать, если хочешь. А, ну да. Я рассказываю своим подписчикам о том, что вчера мы со Славой ночью играли в приложение, в котором фоткаешь свою руку, отпечатки всякие, типа линии жизни и все такое, и он тебе типа рассказывает про твою житуху. И фигня полная, ничего вообще, там написано, что типа в 94 года у меня будут проблемы с законом, я такая, ааа, там типа каждый год расписан, что будет, и в общем мне, мне ничего не понравилось, кроме карьеры. Там про карьеру много хороших сказано, у меня там каждый год типа профессиональный рост, типа классный финанс, бизнес, я такая думаю, да, да, это правда, про личную жизнь там вообще чума какая-то тупая, типа в 45 я создам семью. Я такая думаю, чего? А я в это не верю, вот реально не верю. Там написано, что типа самое благоприятное время для рождения ребенка и типа выйти замуж это 21 год, 28 лет и там еще там дальше 33. У меня будет 22. Я думаю, твой мать месяц остался. Я в Славе говорю, месяц остался какой-то срочно, мы успеем или нет? Около в 2 часах ночи я делала омлет. Тут мало чашек, они тут чистые. Просто еще не успели разложить, у нас тут срачельник. Со свиньей возьму. Сама сделаешь себе чай? Да. Кайф. Я хороший друг. Обожаю таких друзей, которые приходят и сами себе чай делают. А? Нашла. Картинку? Да. Давай скорее. Мне так нравится, что в начале недели влогов всегда я такая заряженная, типа а, ребята! Восемь дней. Восемь, да. Я такая, ребята, поехали, тусокай. Простите меня, пожалуйста, в следующий раз будет 10 дней, не могу. Да-да-да, извините, вообще никак. Не, ну в тот день реально никак, потому что на той неделе влогов у меня очень сложно было. Мне надо было выбирать либо то, либо это. В итоге у меня все пошло, как всегда, не по плану, потому что меня подвели другие люди, но это обычная практика, я уже не расстраиваюсь из-за этого, потому что я понимаю, ну, ну не получилось, ну что поделать, значит, так надо было. Короче, сделаем косички, и потом я к вам вернусь. Только что очень странная ситуация, перед нашими глазами произошла, идет бабушка с дедушкой, и прям на моих глазах мне показалось, что этот дедушка упал, но на самом деле он сел, типа, отдохнуть, прям на бордюр, и я, ну, как бы, всегда в такие моменты думаю, так, я должна помочь. Ну, типа, это как нормальный любой человек понимает, что, как бы, ну, надо помочь, и я уже была готова выходить и помогать, а потом Надя мне все-таки объяснила, что он реально просто сел отдохнуть, и, типа, если я сейчас подойду и начну говорить, ой, давайте я вам помогу встать, он такой, да не трожь меня, я отдыхаю! В итоге я приехала в братья Караваевы, Надя сейчас подойдет, смотрите на мою чистую машинку, вчера ее помыла, ну, не сама, конечно. В итоге я решила взять себе бутер индейка-яйцо, мой любименький, ну, он не нравится, но беру его редко, но что-то надоело здесь брать котлеты с пюрешкой или с гречкой. Вот Надя на креветке с рисом, капучинки, я обожаю капучинка. Я не знаю, что я сегодня уже кофе пила, поэтому такое себе. Хотела вам сказать, что я разочаровалась в бутере индейка-яйцо, что-то мне вообще перестал нравиться в последнее время. Сейчас я его ела, у меня было ощущение, что я просто жру перемолотое яйцо с холодным хлебом, даже не знаю, как это назвать. В общем, расстроилась, откусила от одной половинки то, что я вам показывала пару раз, поняла, что мне не нравится и лучше вообще ничего не есть, чем есть то, что тебе не нравится и невкусно. Вот у меня такое отношение какое-то к еде, не могу уж себя запихивать. И в итоге решила взять хотя бы булочку с собой, сладкое сердце. Когда слушаешь песни своей подружки? Как я понимаю слова этой песни? О, свет включили, ну, наконец-то! Пожалуйста, мои хорошие, едем. 20 минут остается мне до... Кариночки, моей подружки. Ой, ужас! Я прям как из ужастиков. Кто-то мне написал, когда я поставила себе виниры, что еще я похожа на этого, который в оно. Как его? Блин, как пеннивайз из-за этого. Похоже? Надеюсь, что да. Тогда я смогу на утренниках зарабатывать деньги и пугать детей. Так, Карина попросила, чтобы я ей написала за 10 минут до того, как приеду. У меня осталось 18 минут с невероятной пробкой, просто с бордовым оттенком. Я уже совсем рядом, но как бы тут все встало. Я вообще не выспалась. Ну, я рада, что я встала рано, потому что... Ну, как, ладно, уж не рано, но я просто легла очень поздно, поэтому... Поэтому такое себе дело. Ой, что я навигатор убрала с ума, вообще че? Короче, ладно, давайте уже встретимся с вами в салоне, когда я встречусь с Кариной, и уже будем делать маникюр, педикюр, так что давайте. А это сразу она почувствовала за километр, то, что у меня в салоне булочка. Да. Убрать и взяла. Какая? Всех вечера. Я приехала, даже не опоздала. 4 минуты до нашего времени, поэтому можно даже посидеть, поглазеть. Как всегда, Black Star. Black Star бургер, кстати, ты пробовала? Нет. Да, нет. А я два раза там ела. Но первый раз холодный бургер ела, потому что нам в универ... Мы везли, ребята, было так всегда. Когда горячее ела, нормально. Но он настолько сильно течет Типа вот, Тимати же говорит, сочный Да Он слишком сочный, он течет настолько, что нижняя булка полностью промокает Это я ее снимала Вот она, вот она и проезжает Видите, какая чистая у меня машина Да, я удивилась даже А это дальше Это у меня за рулем, а что на мужика похоже? Да, вот, теперь тебя видно Ну-ка, уточку подложите, типа я такая Блин, она разделилась Или как там? Блин, классно Сделай мне классное видео Сделай мне классное видео для Инстаграма Типа я такая подкатываю Ну все, хватит Blackstar не поет ламбаду, это же этот Как его? Это их Газголдер Да что же тебе тут за волос такой, так хочется его оторвать Извини Ты так на гномика похожа, я с ума схожу А ты видела в сторис, я тебя тоже сняла? Нет Ну там гномик сидит в белой шапке Это Карина меня ждет, а я стою в пробке Вот, вот, мне сюда только завернуть и все, я на месте А я стою здесь Ладно Итак, показываю маникюр, который мы сделали Давай вместе покажем Ребята, голосуйте, кому какое больше нравится Ну нет, они все твои будут выбрать Почему? Не всем нравятся длинные и с каким-то мрамором вонючим Тут дело в дизайне, а не в форме Ну не знаю, ну просто пишите Вариант 1, это мои вариант 2, это Карина Я поняла, что надо было мне сделать не вот такой оттенок, а более розовый Почему здесь все мастера лучше нас живут? Да, мы хотели Я, кстати, тоже заметила Потому что в соседнем здании этот барбершоп и там, короче, праздник И сегодня все девочки, мастера, администраторы, ну, собирались на наших глазах И мы с Кариной сидели просто такие две чурихи Нет, на самом деле сейчас прошли девочки Она делала мне книгу, а она такая бомба Она очень красивая Дело даже не в том, что она идет на тусу Ну, короче, тут все реально такие красотки Сюда к себе прям Ну, правильно, ну, правильно Слушай, я вообще считаю, что люди, которые работают в сфере красоты Должны выглядеть красиво Ну, ухоженно там в любом случае Важный момент Сейчас мы ждем нашу тачку на прокачку Нифига, тут есть чехлы Смотри, я хочу Только у меня айфона такого нет Ну, блин, купи Круто Что означает 13 для тебя в жизни? 13 Мгновений весны Нет такого? А вам там длина Да пофиг, вообще не знаю Такой ты бомжик в этом пальто В хорошем смысле этого слоу Пиксона обожаю Стивите меня так не вы Пойдем Понятно, как тебе было интересно Продолжаем, пожалуйста Вот, ну просто Ну, короче, они его не ссидирали, да? Нет, они даже в конце сказали, что типа мы не ожидали, что это такой классный джиган Смотри, как красиво Пошли туда подойдем И посмотрим, что за красота там Ну, у тебя уже машина прекращилась Да пофиг, забей Наряды, либо все из Blackstar приедут Возьмите меня в Blackstar Ну, кстати, там могут быть гости Blackstar Но не все Спасибо большое Конечно Ну, как удобно этот ваш валет-паркинг Спасибо большое Спасибо большое Господи, то, что они даже мне открывают дверь Это просто шок Это просто лучшее Я каждый раз, вот это, я не знаю Я так восторгаюсь Такие хорошие мальчишки Вообще, спасибо Такие молодцы Пирожочек им привезу в следующий раз Если что, это, ну, не только блогерам Если вы просто на машине То они валят паркинг, забирают машину Привозят, открывают двери, все дела Но поначалу стрёмно отдавать машину Хоть ты и знаешь, что это салон хороший Ты думаешь, блин, а вдруг чувак просто оделся В курт И поедет дам катать Не-не-не, я, ну, не сомневаюсь У меня бывают еще такие мысли Типа, блин, а вдруг он там кого-то врежет случайно Это вообще жестко А что в таких случаях делать, вообще непонятно Он же даже в страховку там не вписан, все дела Но ему надо быть с мега аккуратным Машина не прогретая, потому что Они, видимо, ну, на ней не катались Пока нам делали ногти три часа Вообще, очень долго ненавижу Юлю Пушмана Потому что у меня мастер, ну, типа, не сразу пришла Да нет, ну я ждала тебя час, когда я закончила Я уверена, не меньше Потому что ты, ну, нет, не то, что я тебя виню Не забывай, что у меня коррекция наращивания У тебя просто тебе все сняли и все Коррекция наращивания и небольшой дизайн Небольшой? Тебе три пальца вырисовывали час? Да нет, я как бы понимаю, что раз мы ходим вместе Ну, как бы, либо я должна выбирать процедуры, которые также будут по длительности, как Юля Либо, ну, типа, молчать Но я же могу иногда по... Ты можешь просто в следующий раз? Ну, подожди, я вспомню слово Я же могу по... Как это слово? Повыпендриваться? Тебе, ты че, блин? Я голодная же Я тоже Че мы сразу выехали? Надо было пойти куда-нибудь О, да, ты тут пойдешь Средняя улица, братья Караваева О, я уже сегодня там была Я тоже Не хочу, я там, надоели мне брать Караваева Ой, ты иногда рассказываешь в моих влогах историю Можно я в твоем расскажу? А то мне некому будет Давай Я же не снимаю уже влоги сейчас Короче, я сегодня взяла еду братьев Караваевых Салатик, котлетку и рис И кофе Наливала я себе кофе Налила, потянулась за корицей Вот так вот И вот этой курткой внизу задела стакан Который был налит полностью И у меня, короче, половина кофе вылилась в мою еду Половина на пол, половина на стол Мне было так неудобно перед людьми Которые должны все были вытирать Но самое ужасное, что мне пришлось опять идти покупать себе еду по новой Ужас Потратить на это два раза больше денег, соответственно И испортить еду И это так грустно Но больше всего мне даже было обидно не за деньги А за, во-первых, время А во-вторых, за мою тупость И неуклюжество Если есть такое слово вообще И в целом, что мне неловко было Что я, в общем, все это сделал Короче, тупизм Ненавижу такие ситуации А потом я с этим кофе Ну, новый я себе взяла Новый И в такси, когда села У меня, короче, оно тоже разлилось И мне так всегда стрёмно В чьей-то чужой машине разливать кофе Потому что, ну, мужчины относятся к своим машинам Слава богу, это была не его, походу, а арендованная Поэтому ему было вообще кофе Ну, все равно он же ее сдает Просто от человека зависит, знаешь Я чуть-чуть Я больше на себя пролила Кстати, когда я была в братьях Я вообще на себя не попала А вот когда в машину села Я прям и штанишки изрядные Так, и курточку испортила Ну, ты и гном-гномыч, конечно Я не могу в эти шляпки Ты просто такой гномыч Паддингтон А? Точно Когда по Лондону гуляла Я чувствовала себя паддингтон Дай-ка мне ее еще раз померить Она мерила Мы так ржали Мы ржали, пипец Потому что она мне мама У меня уже норм, кстати Ну ты с ума сошла Ты плохо видишь, что Нет, если ты натянешь ниже Нормально будет Ты просто ее не натягиваешь А мне на голову даже не налезают Значит, у тебя просто волос много Ну как? Не знаю, мне вообще непонятно То есть их было много летних А зимних нет А сейчас стали делать зимние Видите, она как сниженькая Ну... Короче, ребят, напишите в комменты Вам нравится такое вот Ну сейчас я сижу, конечно Вы можете написать Нет, но типа, блин, если я... Ну... Не, ну на фотках в инстаграме У Карины вы же видели Мне просто интересно Как люди вообще что думают Потому что мне как-то странно Непонятно С одной стороны, может Может в этом что-то есть прикольное У меня курочка дома Ну... У меня тоже есть Только ее пожарить надо Привет, солнышко Чего делаешь? Мое солнце Нюхай маму Обнимай В общем, я уже дома И... Уже даже смонтировала Все, что вы видели До этого момента Что ты моя радость Что ты моя рыбонька По-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по- вытащить расставить и поставить туда грязную посуду так лежит и вьена водичка начинает закипать потихонечку закипевшая вода вот такая у них вечеринка вообще не часто мы едим пельмени как то я не сильно прям большой фанат пельменей люблю пельмени только бабушкины тем временем мне нужно убрать вот это мне нужно уложить сковородку так чтобы потом сюда поместилось вот это и ну тише тише чтоб все склеились заодно что ли это лучшее вивочка небось как всегда надеется на пельмени или что-нибудь что ей перепадет ну вивочка ты же взрослая собачка же кстати у вены 7 декабря день рождения и будет два годика возможно тогда мама даст тебе один пельмень всем привет дело в том что у нас и слава закончился сериал американская история ужасов точнее закончились те сезоны которые мы можем посмотреть вместе у меня это еще он не закончится а если быть еще точнее те сезоны которые юля не смотрела закончились поэтому пельмень еще последний сезон называется 1800 1984 по моему да я его начал но он что-то как-то очень такой вроде тухленький ну вроде прикольный но вроде и нет а потом ты подсела на остальные сезоны ну на остальные части и я решу что если что досмотрим его вместе в общем к чему я клоню пожалуйста напишите в комментариях какие-нибудь классные сериалы которые будут интересно посмотреть и мне и славе и девушки и парню только не драма пожалуйста ну понятно что то интересно типа американская история улица скорпион чем еще смотрели классные совместные какой скорпион скорпион сериал что уже забыл ну что он про гениев которые решают проблемы мира да вспомнил черное зеркало тоже но мы его посмотрели поэтому не предлагайте ну что-то наподобие такого чтобы с кайфом всякие старые сериалы не предлагать и сериалы по типу теория большого взрыва да вот это я вообще терпеть не могу шикарнейший сериал один из самых вообще любимых моих потом как назывался тот сериал где мы где чувак в прошлое прыгал 22 11 63 смерть кеннеди и джеймс франко играют там главную роль и он прыгает типа во времени реально классный я очень переживала когда смотрел сериал потому что мне было интересно что же в итоге он решит выбрать типа остаться в прошлом офигительный сериал wayward пайнс собственной по-русски называется он офигенный но только первый сезон по моему там только один и второй есть сама идея просто офигенная а еще не предлагайте пожалуйста сериал этот мертвецей ходячие офигенный сериал зачем его предлагать мы его смотрели но я его смотреть дальше не буду я там до какого-то чуть ли не последнего сезона дошла типа до ходячие мертвецы это прям вообще короче из такого из мейнстримов не предлагайте пожалуйста что-то интересное что мейнстримов знаю но что какой смысл ты вкладываешь в это слово типа про те сериал про которые и так все знают и все смотрят и обсуждают постоянно уже где хочется что-то такое подожди о чем не говорят мейнстрим мейнстрим это то что делают все они заезженные не а что значит мейнстрим все погугли ну типа то что делают все говорят же так что типа делала это пока это не стало мейнстримом ну я думала тогда означает ну на фух не обозорилась ты прибыл это преобладающее направление в какой-то деятельность просто хороший разговор в общем что-то новенькое что-то необычненькое по-братски напишите в комментариях очень хочется смотреть какой-то классный сериал потому что вот сегодня например мы со славой уже не знаем что смотреть и боюсь что мы начнем опять ругаться по поводу выбора фильмов у тебя от тебя зачем давай ложку ух так что вроде бы все я думаю что на сегодняшний день это все надеюсь что вам понравилось это видео надеюсь что вы будете смотреть дальше неделю влогов надеюсь что вам будет все по кайфу в общем если чего не по кайфу пишите в комментариях будем решать проблемы вместе всех люблю целую обнимаю и всем пока